в библейском портале экзегет продолжаем беседы о ветхозаветных текстах сегодня речь пойдет об аврааме ключевая фигура в истории ветхого завета родоначальник иудейского народа об аврааме много что говорится в новом завете с него начинает свое повествование евангелист матфей авраам родил исаака исаак родила кого и так дальше приведем слова первомученика архитякона стефана которыми он начинает свою апологетическую речь к иудеям будучи арестован и подвергнут казни он убеждает их в том что история иудейского народа начатая от авраама она ко христу ведет и в нем во христе исполняется обетование данные аврааму он начинает так стефан стоял перед иудейским собранием и говорил а все сидящие в синдрионе смотря на него видели лице его как лице ангела муж и братья и отцы бог слава явился отцу нашему аврааму месопотамии прежде переселение его в харан и сказал ему выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и пойди в землю который покажу тебе и далее стефан подробно излагает историю жизни авраама и напоминает иудейским старейшинам хорошо известные предания на котором была основана их религия чтобы показать что именно во христе осуществляется обетование данная аврааму ведь если господь говорит аврааму выйти из родства твоего и из дома отца твоего и и пойди в землю которую покажу тебе то как это похоже на те слова которые апостолы слышат от спасителя христа и всякий кто оставит дом и или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради имени моего получат во сто крат и наследует жизнь вечную вот это слышат апостолы от поплатившая гостя слова божие христа иисуса и слово божие говорила за почти две тысячи лет до воплощения аврааму о этом исходе из земли где авраам обитал он покинул землю где жил благополучно где у него были гарантированные обстоятельства были известные падбище водопои для его скота было налаженное отношение к соседями и жил он в земле весьма культурный и так что его уход был не не правдан никакими там хозяйственными историческими и социальными обстоятельствами это был исключительно шаг по повелению бога это был шаг навстречу богу а в чем авраам может быть не знал главное для него было что он послушал бога сам он поверил богу и как говорится потом книги бытия и это менялась ему в праведность заметьте не поверил в бога авраам конечно религиозен как и все в то время что далеко не очевидно для сегодняшнего дня он поверил богу то есть послушался его доверилась ему совершенно изменил свою жизнь пошел не оглядываясь между тем религия халдеев была весьма развита обычая сервилонского царства и еще одна начинает шумерского от шумерской цивилизации были очень богаты и археологическими раскопками расшифровки клинописных текстов для нас открылась весьма высокая культура не только материально но также нравственная социальная юридическая и он действительно покинул мир весьма весьма богатый в мартовском номере журнала фома за 23 год можете вы посмотреть интересный материал о городе ур месопотамском из которого по преданию вышел авраам аврааму было бы к чему обратиться бы если бы он нуждался в авторитетном религиозном учении но происходит нечто совершенно иное не какую-то новую религию обретает авраам то есть способ какой-то какой-то так сказать обрядовой там не знаю духовный литературный какой-то там магический образ общение с божеством нет бог сам обращается к вараму не без посредства какой-либо религии бог сам обращается к вараму как если бы создатель нуждался в общении с человеком в отзывчивости человека и самом деле библия и не о том как человек ищет бога но о том как бог ищет человека начиная с адама к человеку обращен зов божий адам где ты адам спрятался а вот авраам отозвался он начал путь к жизни вечной скота о которой говорит иисус своим ученикам но вот в том отрывке что мы привели но для авраама этот путь оказался путем на все в течение всей его жизни конкретным переселением из земли халдейской землю хананскую на которой на той другой земле и должны были совершить в будущем события священной истории приготовление народа к встрече с богом лицом к лицу на пути авраам совершает жертвоприношения то есть библия описывает не просто какие-то житейские обстоятельства переселения авраама указывает на то что в этом переселении авраам постоянно отзывался на присутствие божье а пообщался с ним обращался к нему и так он совершает жертвоприношение этим скрепляется связь человека с богом выражается верность как со стороны человека так со стороны бога вот как говорится об этом 7 главе книги бытия и прошел авраам по земле сей до места сихема до дубравы море и явился господь авраам и сказал ему потомство твоему я отдам землю сию и создал там авраам жертвенник господу который явился ему оттуда двинулся он горе на восток от вефиля и поставил шатер свой так что от него вефиль был на запад агай и на восток и создал там жертвенник господу и призвал имя господа явившегося ему и поднялся авраам и продолжал идти к югу и так вот это движение на пути который указывает бог верность скрепляемые жертвоприношениями вот и дело которое жизненное важное дело которое делал авраам он не задается вопросом что за потомство будет у него бездетного старика но принесением жертвы выражает совершенное доверие к богу на пути господь оберегает авраама из египта где авраам спасался от голода он вышел богатый скотом и серебром и золотом это было знаком божественного благоволения само по себе богатство и территория обитания не окончательная цель странствования авраама мы это знаем и он в этом странствование не останавливается даже когда становится богат на его пути совершаются события всегда имеющие значение сверх исторически вот важнейшее событие было исключительная встреча произошла у авраама после того как он одержал победу над эламским царем кидарламером и с его союзниками и выручил из плена племяннику лота совсем моего имущества скотом и людьми которые были с лотом после этого после победы навстречу авраама выходит таинственный человек царь и священник мельхисадек царь салимский древнее название русалима священник бога всевышнего как сказано библии то есть не один из жрецов какого-то народа скажем там из халдейских племен поклоняющиеся тому или иному богу в восточных народов нет священник бога всевышнего таинственная личность мельхисадек благословил авраама именем бога всевышнего владыки неба и земли и мы не сниму дары хлеб и вино авраам же в свою очередь отдал мельхисадеку десятину от своей добычи это конечно не просто эпизод военного похода но символическое событие как и вся жизнь авраама от начала его странствования а о мельхисадеке священное писание говорит не однажды так в мессианском салме 109 давид восклицает так сказал господь господу моему сиди одесну и меня доколе положу врагов твоих под нож и ног твоих клялся господь и не раскается ты и рей во век почуна мельхисадека господь одесную тебя он в день гнева своего поразит царей совершит суд над народами вот так интер при произносится псалме пророческие слова давида и мы видим через это как конкретное событие жизнь авраама приобретает значение сверх историческое господь в солны давидова сын бога отца это миссия христос иисус они он пророчествует давид как об этом средствует апостол павел послание к евреям павел указывает что имя мельхисадек означает царь правды а потом и царь салима то есть сарми царь мира без отца без матери без родословия не имеющий ни начала дней ни конца жизни уподобясь сыну божию пребывает он священником навсегда так павел видит в конкретном эпизоде сверх историческое мистическое явление на пророческий смысл указывает и дары мельхисадека хлеб и вино знаки будущей евхаристии полученные из рук священника так и десятина авраама которую меньший как павел дает большему то есть положение это как-то если нет павел авраам как бы от имени священство иудейского которое будет будет еще далеком будущем произойдет от левия имеющего еще в далеких поколениях родиться только будущем от авраама приносится десятина первосвященнику христу иисусу в лице мельхисадека так вот это вот действие конкретное превращается в знак символ будущего сам авраам подчеркивает особую значительные свои победы когда отказывается от предложения царя содома взять трофеи обычные для победителя он говорит даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего что ты чтобы ты не сказал я обогатил авраама не то прав не согласен превратить это свой это событие эту победу над кедр ламером и тем более после благословения полученного от мельхисадека он не согласен превратить его в обыденный в какую-то военную стычку и действительно ведь авраам знает что бог истинный направит и наградит его так что мы следующие строчки читаем после сих происшествий было слово господа к аврааму ведение ночью и сказано не бойся авраам я твой щит награда твоя будет весьма велика авраам напоминает богу о своей бездетности так что домочадец то есть его служитель раб должен был бы по тогдашнему древнему обычаю стать наследник моего имущества а это означало бы что бессмысленно вся жизнь авраама раз она не продолжится в его потомках но дальше так библии было слово господа к нему и сказано не будет он твоим наследником но тот кто произойдет из чресла твоих будет твоим наследником и дальше важнейшие слова авраам поверил господу и он имел ему это в праведность это книга бытия 15 глава стих 6 он заметил поверил господу и это вменилась ему в праведность в этой вере было что-то чрезвычайно крепкая абсолютно надежная так что на этой вере в конечном счете строится все дальнейшие отношения бога с человеком авраамом его потомками и это могло виниться ему в праведность как вот именно абсолютную точность выбора который сделал авраам авраам просит дать ему знак по которому он удостоверится в непреложности божественного обетования и господь велит ему рассечь жертвенных животных расположив половины одна против другой это этим таким знаком в ответ авраама оказывается исполнение некого обряда который был принят в то время когда догваривающиеся люди в удостоверение точности своих намерений исполнения договора скрепляли его так на рассекали жертву и проходили между половинами разделенной жертвы так вот по захождении солнца дым и пламя прошли между рассеченными животными это господь в пламени явился прошел между животным между частями животных это был знак вечного договора завета в тот день говорится 15 главе заключил господь завет с авраамом сказав потомство твоему я зем я дам землю сию от реки египетской для великой реки эфрата так заключен завет со всеми потомками авраама новым народом который произойдет от него не так как прочие народы помните мы как-то мы на беседе вспоминали из книги числа слова есть народ который между другими народами не числится действительно происхождение народа израильского она не какими-то историческими обстоятельствами было обеспечено но по произволению божью ради некой цели особой цели которые господь определил в отношении не народа только маленького потомков авраама по крови но вот в отношении всех людей ради спасения человечества начинает господь свое действие через призовет с авраамом этот божественный план не может осуществиться иначе как только при участии человека его то и человека свободного выбора при соработничестве богу первым кто был готов на это отозваться был авраам он поверил и вот это совершенное послушанием авраама оказалось началом нового пути по прошествии было более чем полутора тысячи лет такое послушание выражает далекий потомок авраама мария она скажет серого господня да будет не по слову твоему предельное единство воли человеческой и воли божественной осуществляется в сыне марийном богочеловеке иисусе христе он скажет при конце мира когда окончится странствование обновленного им израиля церкви это прочитаем из 25 главы евангелия от матфея и так господь говорит придите благословенные отца моего наследуйте царство уготованное вам от создания мира вот когда исполняется заключенный с авраамом божественный завет об аврааме продолжим к следующей беседе до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео